Вы рассказывали, чем Запад может заинтересовать Индию, чтобы та сменила вектор свой геополитический, ушла от этого нейтралитета, присоединилась к тому же блоку НАТО+. То есть была втянута в некое военное, в том числе военно-техническое противостояние с Китаем и с Россией. Я думаю, что что касается Индии, в вакууме, конечно, китайско-индийский конфликт на фоне совершенно уже невозможного, я думаю, ближайшего исторического перспективы российско-китайского конфликта, остается альтернативой для Запада номер один для того, чтобы сдержать Китай, ввязать его в большую сухоботную войну в Евразии. А у Индии с Китаем очень много пересечений различных интересов. Вот Средняя Азия и Афганистан, заканчивая и Непалом, и Бирмой, и Юго-Восточной Азией, и Африкой Восточной и так далее, много где конкурируют страны везде. То есть Западу это наиболее интересная цель. В вакууме, что хотят индусам предложить, мы делаем из вас второй Китай, то есть вы видели чудесное превращение Китая из отсталой страны в супердержаву, вот мы вам то же самое предлагаем. По факту экономический рост мировой на данные вот десятилетия, он исчерпан, нужна большая перестройка экономики, к новому технологическому укладу и так далее. В Индии это понимают, по факту Западу предложить Индии не так уж много чего есть, да. То есть явно, что успех Китая 70-70-х годов индусы не повторят, а на другой чаше весов конфликт с Китаем полноценный. Мы используем ядерную войну, у Китая есть сдерживающий Индию союзник Пакистан, который тоже обладает ядерным оружием. То есть на одной чаше весов это вообще выживание Индии как нация и государство, и серьезное, нанесение серьезного поражения Китая, а на другой чаше весов какие-то скудные переносы производств и так далее. В чем сила Запада? Запад очень серьезно сделал ставку на индусскую и индийскую элиту на Западе самом. Риши Сунак, яркий представитель. Посмотрите списки топ-руководителей ведущих западных корпораций, практически все. Вот это прямо бросается в глаза, это индусы этнические. Камала Харрис, руководитель, да. Несколько кандидатов президента США, не один, несколько, имеют индийское происхождение, правда, из разных штатов, тем не менее. То есть в администрации Байдена огромное количество индусов, там, правда, они набрали этих представителей, значит, меньшинств, и пинджабцы, и индийские мусульмане и так далее и тому подобное. То есть Запад, у него есть рычаг через вот эту индийскую элиту, как украинскую, кстати, элиту, вот они к себе там заманивали в различные страны, и в Канаде, и в США, и так далее, вот они через это давят. Но внутри, в Индии есть свое понимание того, что сейчас происходит, то, что Индия, кстати, перегнала по экономической мощи свою бывшую митрополию Великобританию. В Индии все-таки местная индийская власть, она вплоть до того, что, ну, достаточно национально ориентированная, я бы так сказал, не глобально, а национально, вплоть до того, что хотят переименовать саму Индию в свое какое-то собственное название. И тут к важным моментам мы подходим. Вот на моде премьер-министр Индии, это все-таки правый консерватор, это выроженец штата Гуджирад, это наиболее индуистский такой штат, который постоянно идет на границе с, значит, мусульманским миром, там, как мы знаем, фронтиры, они более такие, ну, скажем, националистичные, даже такое слово себе позволю, нежели чем внутренние какие-то штаты. То есть, это повестка, вот, национальная индуистская повестка, правый консерватор. Поэтому Байден, это, ну, левый, условно, либерал. И администрация демократической партии США, нынешняя, это левые либералы. У них очень жесткие конфликты. Мы помним, как Моди выстраивал отношения с Трампом. Это были в высшей степени очень тесные и дружеские на одной волне отношения. И совершенно не видим никаких визитов, может быть, я ошибаюсь, мне поправить каких-то крупных лидеров, типа президента США, в саму Индию. Клад фактически разваливается. То есть, Байден из-за ситуации в США отменил свой визит в Азию из очередного совещания антикитайского союза. Это четырехсторонний союз США, Япония, Индия, Австралия. Я думаю, что, во-первых, он развалился, потому что китайцы умудрились, они ожидают визита премьер-министра Моррисона в Китае. Это австралийский премьер-министр, они там смогли сыграть свою игру против Австралии. И Индия тоже, тоже, не без Индии, потому что Индия фактически отказывается, она демонстрирует свой нейтралитет. То есть, мы видим, что при моде, а моде сейчас тоже будут выборы в ближайшее время, при моде никакого союза между демократами США и правыми консерваторами Индии не состоится. Поэтому, какой главный вывод можно сделать, что Китай фактически коалицию западных стран в Азии разбивает. И в случае начала какого-то полномасштабного военного конфликта на Тайване, Индия, скорее всего, да, она может предоставить для американского флота свои базы, соответствующие соглашения существуют, дозаправка, значит, там, прочие организационные какие-то помощи. Но быть полноценным участником, значит, вот этих вот противостояний на Тайване Индия явно не хочет. Ну, ведь риски явно перевешивают, риски явно перевешивают потенциальные плюсы от этого противостояния. И возвращаясь к России, завершая тему, Новак опубликовал вице-премьер зампредправительства по энергетике статью. Экспорт нефти в Индии увеличился в 19 раз в 2022 году. Да. И, по сути дела, никакого в ближайшие 4 года, 5 лет потепления между Индией и Соединенных Штатов не случится. И Китай фактически разбил в Евразии любую коалицию, возможную, крупную, которая бы сдерживала его военные операции на Тайване. То есть мы вот здесь это четко понимаем. Но понимая, что острый кризис на Западе не проходит, и мы помним, что украинская ситуация, она служила обоснованием для администрации Байдена, чтобы внутреннему, соответственно, потребителю политическому, по внутренней политике транслировать сигнал, что у нас все плохо, потому что вот, ну, там чуть ли не этот, Путин организовал инфляцию бензиновую, там, сушена бензин и так далее, цены рост. Вот эта вот история, она должна продолжаться. И она будет продолжаться, скорее всего, в ограниченном варианте на Тайване. Каким образом? Ну, мы посмотрим в ближайшее время. Но четко надо понимать, что вот у нас очень интересно выстраивается конфигурация, что у нас, говорят, зависимость Китая, в России от Китая растет, злые языки. Ну, в Китае мы поставили, да, у нас в Китае крупнейший покупатель нефти, 90 миллионов тонн мы продали в 2022 году, а в Индии 41 миллион тонн. То есть, это вполне себе уравновешивающая история. Индию это очень устраивает. И, положа руку на сердце, я вижу, что очень много усилий, гораздо больше на самом деле. Может быть, это, ну, неправильно, я не готов сейчас комментировать до конца, да, эту историю. Но направление коридор север-юг выделяется и Ираном, и Россией, значит, Индией гораздо больше усилий, нежели чем, там, условно, и Запад-Восток из Китая в России. Но вполне себе отношения у нас диверсифицированы, с Индией есть некая общность языковая, культурная, то есть, гораздо не ближе, чем китайцы. Поэтому вряд ли в ближайшую пятилетку Индия будет нейтральной. Вот, если совсем далекое будущее заглянуть, когда, значит, США окончательно утратят свою, значит, нынешнюю военно-политическую, экономическую мощь, да, где-нибудь, там, лет через 20-30 китайско-индийский конфликт снова может стать в полную силу. И уже, ну, это будет совершенно другая история, как в кино говорят. Интересно, на чьей стороне в случае конфликта, неважно, там, Китая с Индией, либо Китая с Соединенными Штатами, будут страны Юго-Восточной Азии, в частности, вот, организация достаточно старая, да, ОСИАН. Она декларировалась как политическая, экономическая, культурная, региональная организация. И вот сейчас ОСИАН говорит, что мы хотим, в том числе, и показать свою военную мощь в этом неспокойном Индо-Тихоокеанском регионе, где обладаются мировые державы. Страны этого альянса проведут свои первые в истории совместные военные учения. И по предложению Индонезии, они пройдут в самых южных водах Южно-Китайского моря. Вот, и понятно, что в целом, да, вот этот регион Индо-Тихоокеанский, он всегда был сложным, остается сложным, потому что здесь за территорией спорят многие страны. Там сошлись интересы и Китая, Вьетнама, и Филиппин, Индонезии, Малайзии, Брунея. Но вот такие заявления, мирный блок, который был ориентирован там на экономику, на культуру, сейчас говорит, все, а мы теперь вооружаемся, мы встаем под ружье. — Павел, все встают под ружье. Все мирные страны, к сожалению, это веяние времени. Время пришло разбрасывать камни. Ну, что такое АSEAN? Самые простые примеры... — За кого? Так если грубо, в лоб, да, за кого? За Китай или за США? — Вот я вопросом на вопрос. А вот Средняя Азия, она за кого? За Китай или за США? А может ли Средняя Азия сформировать общую среднеазиатскую армию, например? Ну, например, там, казахско-туркменскую, например, вряд ли, да? А тут еще более сложно. В Средней Азии хотя бы степь общая, да? Тоже своеобразное море, значит, а там море. И общие границы только морские, да? То есть, вот у той же Индонезии там, условно, с Филиппинами. Ну, у Индонезии с Малайзией есть, конечно, сухопутная на острове, значит, Борнео, да, граница. Но, тем не менее, в основном это очень разобщенный блок стран. Важно понимать, во-первых, экономический вес, собственно, стран АSEAN, он существенный. Это где-то 3 триллиона долларов. Это меньше, чем экономика Японии, у которой где-то 5 триллионов долларов. Меньше, чем экономика Индии, у которой тоже 5-6 триллионов долларов. Это конгломераты с более чем 10 государств абсолютно разных, абсолютно этнически, религиозно-исторически разных. Это некое место пересечения глобальных интересов Индии и Китая исторически, очень такое. Японии недавно добавишься и других каких-то государств. Само вот эта попытка провести военное учение, она с чем связана? Она не связана с, скажем так, китайским давлением. Потому что оно было, на самом деле, китайцы, и, кстати говоря, до трети населения вот этого региона, это китайцы. Это вот те самые Хуачао, южные китайцы, переехавшие из провинции Гуандун и Фудзянь, преимущественно, значит, преимущественно две вот эти провинции. В эти регионы. В Малайзии до 30% населения китайцы. Китайцы составляют политическую и финансово-экономическую элиту. Вы у какого олигарха? Смотрите новость. Малайский олигарх, фамилия Ко, это Го, это китаец. Просто он там, ну, наполовину китайцы и так далее. То есть деньги в Асиан – это китайские деньги. Асиан – это в основном место, где вот трафик экономический Южно-Китайского моря проходит. С чем связаны эти военные учения? Если заполыхнет, полыхнет, и начнутся реально боевые действия гибридные, да, то есть, естественно, что китайские рыбаки, значит, вооруженные тяжелой артиллерией, авиации и так далее, что-то воевать с американскими рыбаками или тайваньскими, японскими, да, то Асиан придется волей-неволей создавать нечто подобное конвоев из зеленых коридоров трафика торгового. И эти учения говорят о том, что ситуация, вот то, что мы говорили про Тайвань, она близка, она очень близка, максимально близка. Они это проводят, чтобы отработать создание таких защищенных каналов, по которым мог бы продолжаться нормальная жизнь. А та же Индонезия, она не может, страна тысячи островов, она не может жить в состоянии морской блокады Южно-Китайского моря. Тогда просто жизнь экономика этого растущего государства придется. И поэтому неудивительно, что именно Индонезия пытается вот эту историю, да, в тайваньском направлении, скорее всего, это будет масса, огромная масса мелких стычек, боев, значит, и гибридного форма, и кластерная война. То есть, понятие гибридная война, да, невидимая в разных сферах, а есть кластерная. То есть, здесь воюем, здесь не воюем. Поэтому, скорее всего, этот опыт будет распространен и иностранной. Значит, АSEAN, Юго-Восточная Азия постепенно, конечно, там будет расширяться. Еще раз повторюсь, вот эта вот новость, она не рядовая абсолютно. То, что страны АSEAN готовятся к войне, к военным действиям вовсе не из-за Китая. Китай там давно, и его, конечно, угрозу там и многие проамериканские силы постоянно обсуждают. Но уже внутренние инсайдеры понимают, что ситуация очень близка, и нужно уже технически обеспечить свое выживание, действия экономик. И важная новость, на которую бы я обратил внимание, это то, что комиссия по ценным бумагам США готовится к аресту активов в китайской криптобирже. Крупнейшая, одной из крупнейших китайских криптобирж. Уже это, ну, это тоже не рядовая новость, то есть это фактически прямая угроза, когда, значит, Салливан говорит, что конфликт не неизбежен. Это тоже угроза, то есть уже угрожает, в том числе и арестом криптоактивов китайских. А мы знаем, что Китай на него до половины вообще всех транзакций и держателей криптоактивов приходит. То есть это уже прямая угроза. Сколько осталось до тайваньской операции, одному богу известно. Но то, что она близка, это факт. А что-то как-то говорит о близости операции, последнее заявление, что оборонные ведомства Сингапура и КНР создают общий канал защищенной связи, подписали министры обороны двух стран. Я думаю, что роль Сингапура, он, по сути дела, это неформальная столица Юго-Восточной Азии. Это город, который, значит, на 90% это население, это китайцы. Правда, там, значит, 60% это китайцы Хакка и еще процентов по 15% Чао-Джоу и Кантонсу. Зачем я это сказал? Там разные из китайцев абсолютно. В чем суть? Сингапур, как напомню вам, он также является и неким связующим звеном с ЮАР, и с мирной инициативой, которая предложена и Джонафриканская республика для Украины и России. Скорее всего, канал связи между Китаем и Западом в начале тайваньской операции, в ее ходе, будь Сингапур. То есть это будет, с одной стороны, западное государство, прозападное абсолютно, но с китайским населением, где есть люди говорят на одном языке, недавно были визиты, значит, и встреча премьер-министра Алиси Эн Луна, недавно вице-премьер Сингапура, пребывал в Китае. Это еще один факт о том, что в отсутствии канала связи США, Китая, мы знаем, что таких каналов нет, и возобновлять их никто не собирается. Канал связи во время военных действий будет через Сингапур, значит, они очень близки, раз он прорабатывается. Понятно, спасибо большое, много тем не все успели обсудить, но самое важное, я думаю, разъяснили нашим слушателям. Спасибо большое, Николай Николаевич. Николай Вавелов, китаевед, публицист, еще раз напомню, телеграм-канал называется «Китай Николай Вавелов», переходите, подписывайтесь, наш телеграм-канал «Вести ФМ плюс», тоже переходите, подписывайтесь. Всего доброго. Спасибо.